Всем привет дорогие друзья! Мы начинаем наш сегодняшний эфир и решили его привести вместе с моим партнером Олегом Родином. И конечно же хочется показать более раскрытый маркетинг и тема нашего маркетинг плана это способ, что мы можем делать новичку. И я так понимаю, что мы сделаем вопрос-ответ, мы сделаем так, я буду новичок, я пришел, Андрей меня пригласил на встречу, чтобы дать информацию по бизнесу, я буду ему задавать вопросы, Андрей будет естественно на них отвечать, ну и либо он меня будет спрашивать, что я хочу, чтобы показать Уговорить меня? Ну, как многие думают, что говорить надо, да? Ну, допустим, вот Олег пришел как, скажем, новый человек, послушал информацию и после того, как дали маркетинг план, рассказали маркетинг план компании Away, естественно нам нужно выявить приоритеты Олега, что ему необходимо, что ему нравится в жизни, что ему хочется, что-то приобрести может быть или пользоваться хорошей качественной продукции или еще что-то. То есть мы находим вот эти моменты приоритетов И вот, допустим, Олег, что ты для себя увидел в данном маркетинг плане? Ну, во-первых, меня надоело работать на дядю, потому что я уже устал брать эти подработки, чтобы увеличить свой доход, менять работу, то есть с одной на другую. То есть доход можно увеличить, скажем, на 5, на 10, даже на 20 рублей. Но в конечном итоге ты к этому привыкаешь, да, а дальше уже все, ну, есть по дороге, дальше уже не прыгаешь. И получается, ну, замкнутый круг, ты постоянно работаешь, работаешь, а времени свободного нету. А когда жить тогда? Когда здесь заниматься? Когда детьми заниматься? Когда вообще? Когда отдыхать, скажем так? Поэтому я не хочу всю жизнь вкалываться, знаешь, за копейки. Я хочу что-то поменять в своей жизни, чтобы жить как бы нормально и наслаждаться жизнью, а не вот набиться постоянной этой работе. Если можно здесь, скажем, добиться чего-то, я готов, как ты мне скажешь, что нам делать. Ну, если я правильно тебя понял, скажем, тот маркетинг план, который я тебе показал, он тебя все-таки заинтересовал. Заинтересовали вот эти цифры, которые я тебе назвал, да? Цифры заинтересовали. Я немного там не все понял в этом маркетинг плане, но цифры, да, меня очень заинтересовал там лидерский бонус, меня заинтересовали путешествия. Ну, и, соответственно, мы подходим к тому моменту, с чего-то здесь, в принципе, вообще, да, что-то меня требует. Ну, наверное, здесь нам нужно с тобой определиться, все-таки в каком статусе мы хотим зарегистрировать. Потому что я так понимаю, что ты уже готов к тому, чтобы зарегистрировать у вас эти компании, да. И зарегистрироваться для того, чтобы тебе, скажем, обрастать уже какой-то клиентской базы. То есть, чтобы ты под себя мог подключать людей. Здесь, в этой ситуации, скажем, ну, я вот на публику скажу, что здесь два вида регистрации. Первый, это человек может зарегистрироваться как клиент, получить скидку 15%, и, собственно говоря, этим удовольствием, говоря, покупать продукты, это скидка 15%. Если мы хотим более расширенную, скажем, структуру этого предпринимательства, то необходимо зарегистрироваться как клиент ВИП-плюс для того, чтобы у тебя появилась возможность зарегистрировать под себя людей и помогать им развиваться вместе с собой. Вот в этом случае есть такое понятие, как запуск. Здесь нам нужно будет запуститься где-то порядка на 200 баллов, соответственно, получить свой компьютерный номер в компании Alley, и для этого необходимо будет показать свои паспортные данные тоже в компании Alley. Хорошо, а что такое 200 баллов в деньгах? Сколько это, я думаю, будет? В деньгах это получается где-то порядка 25-25 тысяч. Но сразу хочу определиться. То, что вот, допустим, сейчас, допустим, был молодой человек, мы с этим общались, да, первый вопрос, который он задал, сколько нужно вкладывать? Вот это вот поражение вкладывать, это, конечно, может быть, не совсем правильно. И вот с этих 200 баллов, как минимум, как минимум, на 100 баллов ты поменяешь продукцию в своем доме. Для чего это нужно? Для того, чтобы ты мог уже начаться пользоваться продукцией в своей семье, пощупать ее, почувствовать, как она работает, что она из себя представляет, узнать ее выгоду, естественно, конечно, чтобы твои домочадцы тоже это попробовали, почувствовали. Когда мы придем уже с единого мнения, то тебе продукция понравилась, она тебя удовлетворяет, тебе нравятся качества и так далее, да? Тогда мы начинаем, скажем, дальше идти на более расширенную. Я понял, Андрей. Вопрос такой. У меня сейчас метод 27 тысяч, но я хочу его допустить как и плюс. Какие варианты? Если у тебя сейчас нету, тогда здесь вариант такой. Мы можем вот эти 200 баллов, скажем, делать по накопительной системе. То есть ты можешь сделать, допустим, не за одну покупку, а за несколько, за месяц, за два, за три. Только единственный момент там получается, что момент подключения людей, он будет открыт для тебя только после того, как только у тебя пройдет 200 баллов товарооборот суммарный. А я слышал еще такой момент, что там нужно сразу как-то зарегистрироваться и доплатить какую-то денежку, там, типа, тысячу рублей примерно. И у тебя пройдет как бы регистрация, но ты ее можешь вернуть в 1000 рублей, если ты в дальнейшем сделаешь эти 200 баллов. Ну, такой вариант тоже есть. И здесь это действительно. Мы становимся партнерной компанией непосредственно. Мы заключаем подписку в договор. И на основании этого мы можем опять же запускаться. То есть я вот о чем хочу сказать, что первый заказ не обязательно должен быть на 200 баллов, допустим, на 25-27 тысяч. Если у вас нет таких денег, вы можете сделать заказ на ту сумму, которую можете себе позволить, а потом либо набрать 200 баллов, либо просто доплатить этой 1000 рублей. Ну, я не знаю, может быть, 700 рублей, я тебе примерно говорю, 1000 рублей. И стать, скажем, клиентом диктали. А если сделать эти 200 баллов, вам просто эту тысячу рублей вернуть обратно в качестве денег. Есть еще один вариант, что, допустим, можно зарегистрироваться как ИТ, ООО или ТОО в данном случае, потому что мы находимся на юрисдикции казахстанского рынка. И там это называется ТОО. И здесь у нас уже нет, не нужно, допустим, делать товар-балл-вести балл. Мы уже можем подключать под себя людей. И здесь мы уже можем, скажем, подходить к этому вопросу совершенно с другой стороны. Хорошо. Ну вот я зарегистрировался, я стал быть плюсом, а дальше мы идем. Какие шоу? Дальше, что нам требует, если мы серьезно с этим относимся, если мы серьезно рассматриваем для себя это предпринимательство, дальнейшие шаги нам нужно сделать, как называемый, что это такое. Это мы покупаем билет по семинару в ближайшем себе. Это мы покупаем билет к своему ближайшему другу, который с нами поедет на семинар. И мы покупаем подписки на обучаясь всем здоровым. А как найти этого друга, который со мной поедет? А как найти друга, который поедет на семинар? Вот здесь это уже работа со спонсором. Мы с тобой садимся, отговариваем стратегию своего предпринимателя. Это в данном случае твой опыт предпринимательства. Мы создаем список того окружения, которое у тебя есть. То есть мне надо написать список тех людей, которые я знаю. Да, конечно. Из этих людей уже выбирать, кто мне понравится, кто поедет со мной в семинар. Можно, конечно, и так подойти, что вот мне понравился этот человек, поедет со мной в семинар. А он тебе сказал, а я не хочу с тобой в ехать на семинар. Я сказал, мне еще другой нравится. Вот он тоже самый поедет. Поэтому здесь наша задача какая? Работая с этим списком, мы начинаем среди твоего окружения, среди твоих знакомых, искать то же самое, как с тобой, приоритеты. Что им в жизни важно? И когда мы находим того человека, которому интересно, скажем, попасть в наше сообщество, посетить наши мероприятия обучающиеся, и вот из этой категории мы уже начинаем брать тех людей, которые ведут со мной в семинаре. Да, вот это сейчас хорошо сказалось, что надо выявить, что человеку важно, потому что вот сейчас встречу проводили, мы как раз допустили такую ошибку, что не выявили потребности человека. Рассказали ему маркетинг-план, и он на это посмотрел, ну, просто как на какую-то бумажку, потому что мы не затронули его, не выявили, что он хочет вообще. Да, был такой момент, что где-то сколько мы прошли, как бы с его стороны был посыл, что как бы деньги нужны, это интересно, да, но мы пошли стороной, сколько ему нужно, в каком объеме, для чего, допустим, да, какие цели, какие мечты у человека, что-то он хочет, может, он хочет приобрести новый автомобиль, может быть, еще что-то, да, может быть, он хочет построить дом, но вот именно надо докопаться до, скажем так, до мечты человека, что будет им двигать в этом бизнесе, потому что, если вы просто, ну, будете начать, и, ну, скажем, у вас нет ради чего, вы будете это делать, то, ну, далеко такой человек не уйдет, это точно, да, 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 опять же, что нам дают семинары, мне хочется об этом сказать, то, что мы человеку, допустим, сидим, вот опять же, вот мы возвращаемся к этому, молодому человеку, мы с ним общались, и мы вам показали маркетинг-план, на листочке, здесь, и ему далеко не понятно, что это за предпринимательство, как оно работает, в чем его суть, потому что, как оно все понял, ну, каждый девятый человек говорит, что он все понял, вот, а вот эти вот большие мероприятия, они показывают и расширяют, грубо говоря, в том, что на самом деле происходит, и чем мы, собственно говоря, занимаемся, да, и если, допустим, ну, у нас еще не поздно, мы можем также пригласить на семинар, конечно, или, если он с нами попадет на этот семинар, поедет, послушает там информацию, послушает тех лидеров, тех руководителей, которые уже имеют статусы, определенные и квалификации в этом предпринимательстве, тогда, может быть, он услышит своего человека, и он совсем по-другому на этом может быть. Ну, в любом случае, я хочу сказать, что здесь многое зависит от того человека, кого приглашаем, да, что ему нужно. Если он хочет что-то поменять, ну, то, соответственно, он, значит, поедет на семинар, и будет слушать информацию, а если он зажат, и сам не знает, чего он хочет от жизни, или ничего не хочет, может быть, его все устраивает, вот, и он находится как раз в зоне комфорта, да? Да, конечно. То, естественно, смысла нет, вообще с ним разговаривать, что-то уговаривать его, там, показывать какие-то, там, суперсветения, ну, это просто не надо. А мы просто, когда идем к другому человеку, наркисик большой, вот именно для этого нам нужен скис. Да, потому что с одним человеком мы пообщались, он не захотел, со вторым человеком пообщались, он говорит, допустим, я хочу быть просто коллегентом, мне нравится продукция, я хочу ее покупать, в моей семье нравится продукция, все, я доволен. Соответственно, дальше мы идем по списку и находим того человека, который говорит, да, я хочу, я хочу, допустим, иметь дополнительный доход в порядке 200 тысяч, если я так понимаю, много, хорошо, Андрей, а вот еще вопрос такой, а есть вот какие-то, ну, может быть, какая-то статистика, я знаю, что уже не первый год в бизнесе, да, какая-то статистика, вот, приглашает разница мужчин и женщин, да, вот, кого лучше пригласить, мужчин или женщин, не того. Ну, может быть, женщин лучше было, если я пригласил, допустим, женщину, может быть, она посмотрела и сразу бы захотела, она сейчас, если ей больше заботится, чем мужчин, я так думаю. Ну, если, допустим, брать вот меня в этом отношении, это предпринимательство принес я в наш дом, и у меня жена, она была категорически против этой продукции, но потихонечку, потихонечку, когда я начал эту продукцию в дом приносить, она начала стирать, она начала полный. Хорошо, еще вопрос такой, извини, что перебиваю, просто он назрел такой, а ты получал информацию первоначально не с женой, не с женой, к сожалению, и вот здесь вот это, скажем, какой-то есть определенный минус, и вот наша задача, конечно, в Киеве, постараться все-таки приглашать, если это семейные пары, то обязательно говорить, чтобы они в одном единице времени одинаково слышали одну и ту же информацию. Это нужно для чего? Потому что после того, как они услышали маркетинг план, они приходят домой, они не идут к соседу задавать вопросы, что я там был, там ты вот, а они... и что самое главное, они не варятся в этой каше, то есть он может себе не придумывать там кошмаров, хрен, как они, а жена ему сразу в мозги на место поставит. И здесь они общаются друг с другом, вот в этой семейной ячейке, они уже начинают общаться между собой двумя, скажем, с людьми, которые слышали информацию. и это перспективно, потому что в большинстве случаев семейные пары всегда приходят более охотно сюда, чем такой слабирающий люди. Это сбивает успеха, да, быстрее. Это успех сбивает, потому что клиентская база или, допустим, окружение и у того человека, и у того человека поет. Конечно, да. Мне все время нравилось, когда нас приезжаем, да, вот лидеря, он там читает маркетинг-план, он занимается продуктом, реалитация, вообще там супер, такая идея. В отношении если вот то, что вопрос задал статистика мужчин и женщин, на этот счет я хочу сказать, что, скажем, те ниши, которые мы для себя здесь можем рассмотреть, они как для мужчин, так и для женщин. Потому что в компании АВЭй это направление, которое есть в соответствии красота, это как технические направления, декоративная косметика, уход за кожей лица, это, допустим, маски, что уходят опять же за кожей. У нас есть потрясающее направление, допустим, это техника для кухни, то есть здесь мы для себя можем рассматривать, что мужчина, что женщина, те, кто в кульнарии ближе и так далее, вот если взять меня, допустим, я люблю готовить, и, естественно, та посуда, которую вы пользуетесь, мне нравится, мне нравится, показывать вот эти презентации, то есть в этом отношении здесь я, как бы, в этой семье, скажем, у нас в семье, моя супруга, она сейчас больше на косметику переходит, естественно, она там со своими подругами вымешает делиться по косметике, а также, допустим, для тебя, ты для себя нашел вот эту нишу здоровья и, допустим, проведение марафонов, вот этих детоксов, и у тебя это здорово получается, и, скажем, те люди, которые за тобой наблюдают, они тоже пытаются повторить где-то может быть сейчас хочу запустить еще одну программу о повышении иммунитета, о повышении, поддержании иммунитета, потому что сейчас у нас стало очень много людей проблем с здоровьем, и даже человек иногда не замечает, ну, либо отмахивается, типа, вот как мы сегодня с человеком разговаривали на тренировке, он говорит, он на коже тренировался, то есть, неделю назад, он говорит, что-то, я себя неважно чувствовал, а тут вот через неделю мы с ним встретились, он опять, мы с тенними немножко поиграли, он говорит, что-то ноги закладные, опять здесь, я там, я чувствую не очень, может быть, пора нам с тобой протектироваться, у нас тут рафес такой, да, на рафете протектироваться, посмотреть, как вообще организм твой работает, на что стоит делать, как бы, акцент, может быть, начать восстанавливать иммунитет, скажем, поработать с этим, либо ты будешь вот ждать, когда, ну, скажем так, петух клюнет в одно место, и когда ты пойдешь в аптеку пить антибиотики, выбор всегда за нами, правильно, поэтому, я думаю, для многих людей, которые здраво смотрят на эти вещи, вот программа повышения иммунитета будет все-таки логичной, главное только в праве не изъехать эту программу до людей. Ну, как у нас получилось с тобой немножко вот все-таки развернуться? Ну, я думаю, ребята нам скажут потом, что у нас получилось, но я думаю, да, тут еще вопрос такой, мы с тобой, ну, я запустился в бизнес, я начал приглашать людей, а дальше? А дальше, дальше, на помощь мне приходит твоя спонсорская линия, то есть, допустим, у тебя есть вышестоящий спонсор, он сегодня меня скидет, а у него спонсор я, и так как я нахожусь в активности, значит, мы с тобой начинаем вместе сотрудничать, работать, и мы вместе с тобой идем рука о в руку, и именно вот здесь вот спонсорный спонсор, он для этого и нужен, чтобы помочь моему партнеру как можно быстрее здесь создать себе доход. А в чем заключается это сотрудничество? А сотрудничество заключается в том, что я начинаю инвестировать в тебя свое время, свои знания, свой опыт, который у меня уже есть, дать свои навыки, допустим, разговорного жанра и еще что-то. То есть, тем людям, которых я буду приглашать на информационные встречи, ты сможешь ждать развернутой информации. Да, конечно. Потому что пока у тебя, скажем, этих навыков еще не хватает, ты, находясь вместе с нами на этой встрече, можешь за этим процессом наблюдать, а также обучаться в одно единицу времени. И, соответственно, уже сам приобретаешь вот эти навыки, потихоньку в каждой встрече тем больше, больше, больше. То есть, тем больше будет расти моя группа, тем больше будет увеличить мой доход. А есть какой-то предел или что? Вообще-то, знаешь, мне нравится компания Amway, чем она говорит, у нас нет границ в плане дохода. То есть, зачастую, когда мы с людьми общаемся, они говорят, как так нет границ? Да, но есть такой стандартный конечный. И я всегда в пример привожу, потому что одни из лидеров, которые достигли определенного уровня в компании Amway, они достигли такого уровня, что даже такого значка не было. И вот на основании их уровня компания Amway выпустила новый значок. Я уже слышал, да. То есть, вот о чем речь идет. И, конечно же, здесь все зависит от наших амбиций, опять же, от того, что мы хотим в этой жизни и как мы хотим это делать. Андрей, скажи мне еще, вот я слышал про лидерский бонус и 6, и 6 вообще-то. Это потрясающие вещи такие. И вот лидерские бонусы я вообще просто наслаждаюсь и вот компания Amway ей просто респект огромный. Когда ты под собой выращиваешь лидеров, которые выходят на уровень 21%, компания тебе начинает платить от него товарооборота 6% лидерского бонуса. Что надо, чтобы лидеры вырастут. А что нужно, чтобы лидеры вырастут? Найти такого человека, у которого есть цели и мечты. Найти его приоритеты, помочь ему запустить эти приоритеты именно в предпринимательстве Amway и помочь его обрасти те же самыми, скажем, клиентами, активными людьми, которые будут развиваться дальше и дублировать все. А что это за лидерский бонус и в чем выражаете? Лидерский бонус это вот определенный процент, который я назвал 6%, компания будет выплачивать от товара оборота данного лидера тебе даже с возможностью о наследовании организации только 5, примерно. 6% это получается в среднем где-то, допустим, 60-62 тысячи от одной лидерской группы. Я понял, если, допустим, лидерская группа создала 10 тысяч бонус, то я получаю 60, ну, 62 там бонус. А если она растет и уже не 10 тысяч, а 20 тысяч, 6%, получаешь от 20 тысяч бонус. Уже не 60, а 42. Конечно. А если у тебя второй лидер, то имеется? А если четвертый? И в этом вся изюминка, то что весь процесс заключается в том, что мы ищем тех людей, у которых есть мечты, у которых есть цели, которые хотят в своей жизни что-то изменить к лучшему, и они готовы здесь в этом предпринимательстве что-то сделать. путешествия? А путешествия, да. Это, допустим, уже касается тех людей, которые выходят у своей группы на уровень 21%, они уже, скажем, по мере квалификации, по проходению квалификации, они попадают в путешествия от компании на уровень. И если, допустим, взять это 21%, это одно путешествие получается, и дальше, дальше, больше, 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 больше. Вот, допустим, наш спонсор Сергей Конов, у него таких поездок в году по-моему, 2-3 тысячи. Не жизнь, а малина. Не жизнь, а малина, да. И он когда-то озвучил стоимость, даже вот, а мы здесь были на встречу, буквально Медану, в Коломне, была лидерская встреча, когда с посвященной поездке они ездили в Таиланд. И Лена вот сказала, то что компания Amway каждому человеку, который квалифицируется, дала по 150 тысяч рублей на авиабилеты, и потом, когда она посмотрела, что авиабилеты начали выражать, она добавила еще 150 тысяч. Я считаю, это очень здорово. И, соответственно, компания оплатила перелет, и компания оплатила гостиницу. Все это на высшем уровне, переносочные отели. Когда лучше, скажем, в отельном бизнесе, все компания представляет своим партнерам. Здорово. Тогда встретимся и семинары. Да, кстати, у нас семинар получается 27 мая. 27 мая, если я не ошибаюсь, он опять же пройдет также в Москве. И у нас там приглашенные гости очень интересные, и мы сейчас, к сожалению, не помним, но в ближайшее время мы опубликуем, кто у нас будет в гостях на этом семинаре. я слышал еще такую информацию, что Елена Скрытник, это врач, которая была на нашей спече, это давала нам информацию про здоровье, кстати, очень классная информация, просто у меня мурашки по телу бежали, когда она рассказывала про это как работать, как вообще работать с организмом, как правильно принимать наши витамины, какие у нас вообще возможности есть благодаря этим витаминам, и я слышал, что в мае опять все в любом случае, допустим, наши лидеры, они нам дополнительно сообщат, если эта встреча будет подтверждена, то это будет очень классно, очень здорово. Ну да, мне вот еще что нравится в этом бизнесе, если ты не один, у тебя есть партнеры, которые тебе всегда помогают, поддерживают, то ты никогда не останешься один со своими вот какими-то там мыслями, как вот сейчас парень пошел, да, Андрей пошел домой, его загрузили по полной программе, он пришел, и теперь он с такой головой его поделится веским, да, Андрюха, ты меня заранее прости, надо было более обдуманно мне к этому подойти, но я думаю, мы с тобой еще увидимся, обо всем поговорим. Я тоже так думаю, парень оптимистический, нормальный. Да, он спортсмен, поэтому я думаю, найдем в любом случае, да, найдем, ты найдешь приоритеты, если он занимается спортом, конечно, обязательно запомните. Спасибо, Андрей, тебе за такой развернутый маркетинг, за все твои ответы, за те вопросы, которые ты мне выдавал, а это я люблю, ты любишь, да, согласен. Ну что, дорогие друзья, вот такой у нас получился своеобразный маркетинг-план сегодня, рады были, что с нами сегодня. Кстати, если будут какие-то вопросы, мы можете писать в нашей группе, мы обязательно на них ответим и осветим на следующий может быть маркетинге, либо просто снимем какое-то видео и ответим на ваш вопрос. Да, будет отлично читать. Все, спасибо. Огромное спасибо. Всем пока. До новых встреч.